Всем привет! Меня зовут Олег Минский-егор, я бренд-барбер барбершопа Тайга, старший тренер Сибирской школы барберов, а также ведущий трушного барбер и бьюти-подкаста, покороче говоря. Вы уже знаете имя нашего сегодняшнего гостя и вам по-любому не терпится приступить к просмотру, но прежде чем вы скипните это интро, задержитесь на секунду, потому что мы анонсируем конкурс. Вот такой тренер от компании JRL мы разыграем в этом выпуске, а для того, чтобы его получить, вам нужно подписаться на наш канал в ютубе, нашей соцсети, которую мы укажем в описании к этому ролику, а также предложить в комментариях идею для тематики нового менстейджа, если конечно Макс Райт вдруг передумает и запустит еще один, хоть он твердо сказал, что это последний менстейдж, но давайте предложим ему парочку идей, вдруг он все-таки передумает. Поэтому переходи в описание, там будут все условия конкурса и приятного просмотра. Я для себя решил, что это последний менстейдж. Все критики раскрыли. И вот сейчас буду тоже говорить пасхалками. Можно открыть барбершоп за лям и на следующий месяц зарабатывать лям. Как быстро ты понял, что окупаемость за месяц это чушь собак. Ты там не заработаешь никогда, брат, не делай так. Я прям пришел на ваш подкаст поделиться. Я вообще нахрен не знаю, как работает барбершоп, у меня жена этим занимается. Это про организацию день рождения. Тяжело, бывает, друзей собрать пиво попить после 30. Давайте. Ребята, я за вами за всеми слежу. Сделай четвертый. Закончим. Всем привет. Подкаст, покороче говоря, в Москве. Сегодня нам чудом удалось выдернуть после менстейджа сразу на свежих эмоциях великого и ужасного Максима Райта. Но великого это уже преувеличили, если честно. Не преуменьшай свои заслуги. Я тут тебя рекламирую, между прочим. Ну ладно, спасибо. Итак, основатель, идейное ядро фестиваля Мэнстейдж, основатель Райт Лейблс и общества парикмахеров и барберов, основатель и владелец барбершопа Шум, Шум Академии, MLG Lab. До сих пор все актуально информация. Да, сейчас пока все актуально идем. Отлично. И организатор огромного количества мастер-классов по всей России от разных именитых спикеров. И не только по России. И не только по России, оказывается. Все, теперь да, все четко. Отлично, Макс. Первый раз кто-то озвучил мои регалии вообще. Макс, очень мало о тебе информации в интернете, в принципе. Ты такой достаточно теневой игрок. Ты даже сейчас сидишь в такой темной кепке. Расскажи, пожалуйста, об этом мы совсем немножко поговорим. Все-таки хочется больше про мероприятия, про твои эмоции и так далее. Но поделись своим путем до того, как ты, в принципе, пришел к организаторству мероприятий и тому, что ты стал владельцем барбершопа, академии и так далее. В принципе, мне ты знаком с времени, когда ты в Инстаграме еще был подписан как профессор заебись. И в тот момент ты был менеджером Глеба Морозова. Что было до? До менеджерства? Да, в целом, какое отношение? Был ковид. Что в целом ты делал до этого? Как ты вообще относишься к индустрии и как ты в нее попал? Ты стрик? Не, не, я никогда не стрик вообще. Короче, была такая тема. Я был, естественно, как и все, начинающим бизнесменом. Такой бизнесмен, у которого нет денег и который хочет открыть какую-то корпорацию крупную. Ну, я был молодой, просто работал в ресторане официантом. Где-то, по-моему, мне 22, по-моему, было, когда мы открыли барбершоп или 23, что-то такое. И все, работал официантом в ресторане. Женой накопили, по-моему, первый миллион, если я не ошибаюсь. Или там 800 тысяч. И кто-то написал в журнале The Village, по-моему, если я не ошибаюсь. Давно это было, я уже просто не помню. Что можно открыть барбершоп за лям. И на следующий месяц зарабатывать лям. И я такой, о, вот это бизнес-план. Короче, у меня все сразу сложилось. Я иду к жене, говорю, что типа, а, нет, все, вру. Мы смотрим ночью этот самый фильм про Джеймса Бонда. И там девушка Брейд Бонда, короче. И мы такие, блин, а почему нету этих самых, вообще, в принципе, барбершопов, где работают девушки. На тот момент не было. И мы одни из первых в России. И первые в Питере открыли такую концепцию. С ней протрубили. И вот эта вот история, что типа, еще можно открыть это все за лям, нам казалось, естественно, это невозможно. Как назывался барбершоп? Магеллан. Ну, это давно было. Не, не Барбарелла. Это московская тема. Я просто только про них слышал. Да, да, они потом уже появились в 16-м году. Вот. И, короче, прогорели все, было так не очень прикольно. Но мы не закрылись. Мы переехали в другое помещение. И начали расти, разрастаться. И просто история нехватки финансовых ресурсов, грубо говоря, если мы можем так сказать, она привела к различным идеям. Типа, попробовать здесь, попробовать там. Но чтобы просто не всегда быть в кредитах по уши. А мы на тот момент уже торчали, по-моему, там что-то ляма три за всю эту историю. Как быстро ты понял, что окупаемость за месяц – это чушь собачья? На первый месяц. Я это понял, когда у меня в барбершопе было по освещению, как в «Таинство грехов» на Main Stage. Вот. Потому что у меня не было бабок на свет просто. И, короче, да, решил попробовать какие-то новые проекты для себя. И первое, что хотел сделать – это такую некую коллаборацию у себя же в шопе. Хотел сделать мастер-класс Глеба Морозова и Саши Кабанова. А на тот момент я Глеба Морозова уже пытался переманить к себе в барбершоп, потому что мыслил, как глупый владелец барбершопа. Типа, я сейчас захантию всех крутых сотрудников, и у меня все будет клево. Ну, это путь в никуда, естественно, я уже знаю. И я вот его пытался хантить, и так мы с ним познакомились, что-то, короче, заобщались. И все пришло к тому, что я начал делать мастер-классы. Поначалу казалось, что я, типа, бабок заработаю с этого. А потом я понял, что я здесь вообще не про деньги. Ну, типа, от слова «вообще». Мне просто неинтересен этот ресурс. То есть, к деньгам и к каким-то заработкам я отношусь так. Ну, где-то заработал, где-то не заработал. Бывают разные мероприятия. Бывают мастер-классы. Извини, все последние финансы. Бывают мастер-классы, знаешь, ничего не сделал. Ну, вообще ничего не сделал. И заработал денег. А бывает майн-стейдж. Сделал так, что вообще комон просто, ну, типа, вывернулся. И вот так, типа, на обратную вывернули. А заработал 50 тысяч рублей в месяц. Вот. Грустная история. И что в итоге для тебя оказалось ценным, если не деньги? Вот я смог раскрыть свой творческий потенциал. Я считаю, что для меня это вообще все супер важно. То есть, многие люди, вот мне тоже нравится, они там в комментах пишут, типа, что, да, вон там бабки косит или еще что-то. Это люди, которые представляют, что вот ты продал там сколько-то билетов по 6 тысяч рублей, и у тебя 6 лямов. Это люди те, которые такие, знаешь, они даже не знают, как выглядит зал. И сколько зал вмещает, предположим, человек. И какая наполненность, в принципе, была в зале. Они такие, вот, например, вчера пришли, посмотрели, ну, там застройка люди, да, грубо говоря. И им такие, они такие, ну, тут тысячи 4 человек, наверное. 4 тысячи берут, быстро умножают на количество билетов в своей голове. Абсолютно не зная расход, сколько стоит мейнстейдж. И такие, типа, нифига себе, он котлеты поднял. Это так совершенно просто. Ужас. Вот. Но я сегодня много. Я прям пришел на ваш подкаст поделиться. Честно. Мы на это очень надеялись. Мне дофига есть, что сказать. Очень много. И прям вот сейчас переливается уже. Даже некому выразить это все. Отлично. Прям вообще вовремя. Я это заметил, кстати, еще на подкасте, который смотрел у Rebel год назад. Где ты начал чуть-чуть уже вкидывать информацию, делиться эмоциями. И там тебя, по-моему, тормознули тем, что... А посоветуй, что там участникам в зоне баттлов вообще? Какие советы? Ну, там меня вообще тормознули другим. Там мне вообще первые 30 минут задавали вопрос, как владельцу барбершопа. Я вообще нахрен не знаю, как работает барбершоп. У меня жена этим занимается. Я вообще не знаю, как работает MG Lab мой. Я не знаю, как работает шум. В плюсе он, в минусе. Деньги есть, нет. Я не заказываю ничего там. Я не работаю с мастерами. Я просто там... Ну, вот такое лицо, которое что-то отчебучивает постоянно. Там ты представлен как раз как... Хотя уже прошел мэндстейдж, там была какая-то продюсерская деятельность. Вот про Райт Лейбл мы тоже сейчас поговорим немножко. И совсем чуть-чуть затронут мэндстейдж. И мне вот как раз тоже этого не хватило. Я думаю, ребят, вы индустрию делаете или чего? Ну да, там такие вопросы, которые в целом раскрывают тебя как владельца барбершопа. Достаточно такие очень сухие, емкие. А Райт Лейбл? Здесь ты тоже нашел возможность для своей реализации творческого потенциала? В качестве продюсера. Через других людей. Наверное, блин, не знаю. Не знаю, как тебе описать данный проект. То есть я не хочу говорить, что я там именно продюсер в Райт Лейбл. Мы работаем все-таки командой. И нет такого, что я там босс или еще какая-то история. Нет такого, что я Тимати, знаешь, приехал на Бентли такой. И раздал всем приказы, что кто делает. Нет, вообще такого нет. Из-за названия, я поясню, почему название Лейбл, оно как будто в музыкальных лейблах подразумевает, что ты трудишь всегда в команде. Но есть определенная иерархия, в которой ты сотрудник определенного звена, так скажем. Ну, мне эта вся музыкальная тематика близка, потому что даже, если вы заметили вообще, в принципе, то всех спикеров на сцене мы называем артистами. И это я первый начал называть спикеров парикмахерских артистами, потому что я считаю, что они артисты. Ну, типа, они большие, клевые артисты. Вот. А когда на всяких, не знаю, других мероприятиях парикмахерских им пишут спикер, это звучит, как будто мы на бизнес-конференцию пришли. Мы творцы. Мы не то, что, типа, там, не знаю. Короче, мы сейчас не будем вам рассказывать, как стать инфлюенсером. Мы будем делать стиль. Вот. — Со мной коллега поделился, вот Игорь сидит, что вот эта плашка с названием «Артист» очень сильно расправляет плечи. Он ходил потом вот такой еще. — Прекрасно. И вот, да, если вернемся в тему «Райт Лейбла», то вообще была идея как-то создать, типа, комьюнити такое, знаешь, объединение, то делать всякие разные проекты, что-то клевое, новое. Ну, вот то, чего никто не делает. Вот я, в принципе, кстати, позиционирую себя как человек, который делает все так, как никто не делает. Ну, типа, я беру концепцию и делаю ее абсолютно по-другому просто. Я буду ее дрочить до того момента, пока она не станет просто неузнаваемой. — В этом плане тебя можно и визионером назвать. — Блин, я такой глупый, я не знаю это слово. — Я тоже, на самом деле, выявнулся сейчас. — Очень приблизительно понимаю, но, по-моему, направление верное. — Наверное, что бы это ни значило. Вообще, короче, концепция родилась очень прикольно, и получилось таким образом, что мы собрали пол преподавателей, потом кто-то пришел, кто-то ушел туда-сюда, короче, и вот люди, которые участвовали с нами в мероприятиях, в различных там организационных моментах, еще что-то, где-то с нами там тусовались, просто это реально сейчас превращается в большой комьюнити. — Там достаточно много людей у вас. — Да, и вот люди вокруг этой всей истории, они вместе существуют, и им вместе клево. То есть мы, да, перейдем потом к мейнстейджу и к команде, и потом они, знаешь, в творческом порыве, они где-то одни там поучаствовали, другие там, где-то здесь кто-то выступал, там кто-то выступал, а потом они соединяются в общее звено, и получается бум. Вот это классно. Но закончить блок про рейт-лейбл я хотел бы вообще в принципе, если кто-то знает, почему Максим Райт и рейт-лейбл. Это та же самая подскалка. Если долго сильно очень гуглить райт, это не первый перевод слова, это там какой-то 27-28, наверное, это исповедь. И вообще все, что я делаю для меня, это раскрытие внутреннего душевного состояния в тех проектах, которые я реализую. И мейнстейдж – это та вещь, в которой я могу раскрыться вот прямо на максимум. Там у меня нет ограничений, там я сам себе, сам собой управляю. У меня прям есть такой вопрос. У меня управляет менеджер, естественно. У меня прям была мысль у тебя что-то похожее спросить, но я чуть дальше еще спрошу. Давай тогда чуть все-таки раскроем райт-лейбл и насколько сейчас тяжело, может быть, не тяжело, каким должен быть человек, чтобы он подошел тебе по каким критериям, чтобы он там оказался. Сейчас нету кастинга вообще. Долгое время пытались, короче, через кастинги заходить, брали каких-то разных артистов. Сейчас вообще перетрансформация будет полная, потому что мы там приняли некоторые стратегические решения с командой и поняли, что надо меняться, надо делать что-то другое, потому что мы в один момент опять углубились в эту историю с мастер-классами. И получилось так, что мы опять все дружно просто херачем мастер-классы, как и все, собственно. Это стало похоже на амбассадорскую программу, что-то такое. Не, но у нас сам лейбл, заряженная приемка в лейбл, в плане того, что ты заходишь, тебе сразу рюкзак, джирейл, полный инструментов нагружается, тебе сразу манекены в доступе бесплатные, короче, тебя возят по разным мероприятиям. То есть я сам вожу своих менеджеров по разным мероприятиям, оплачиваю билеты там, гостиницы, все подряд, что прикольное где-то посмотреть. Беру стенды на хип-хоп-фестивалях для малолеток. Было, с Колей Межевой про это общались. Да, ходили на этот фестиваль, стригли просто молодежь, блин, угорали, весело было. Вот такие нестандартные проекты, короче. Просто я уверен, что будет много вопросов, особенно после того, как ты еще озвучил, какой там заряженный у тебя сразу прием получается. Как туда попасть? Вот какой должен быть человек? Он должен подойти как-то по ценностям, духовно. Не обязательно же, наверное, это просто заряженный какой-то профессионал, который уже имеет определенный там стаж. Обязательно заряженный профессионал. Вот, я тебе хочу немножко... Не перспективный новичок. Не-не-не, подожди, наоборот. Что подразумевается в заряженном профессионале? Не то, что он 250 тысяч лет уже дает мастер-классы. Я скорее вот это имел в виду. Не, смотри. Ты, короче, пришел в профессию. Отучился на, там, предположим, парикмахера женского с нуля или на Барбара. А потом ты не остановился в своем развитии и не стрижешь за три копейки. Ты постоянно обучаешься, постоянно, 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 постоянно. Не важно, сколько у тебя подписчиков. Абсолютно. И вот, а я, это моя работа. Знать про всех все. Я знаю про каждого. Вообще, про любого человека, который мне любил, любой инстаграм Барбара, я скажу, что я его знаю, я его фоловлю, я его, ну, все знаю. Я удивлялся всегда, когда, типа, у тебя там определенное количество работы, ты рэпыры, и вот там, типа, Максим Райт на меня подписан, он мне что-то даже комментит периодически, смотрит подкасты. Я удивился, что ты вообще с нами знаком, в принципе. Я знаю, это моя работа. Как я могу... Куда столько времени брать? Я знаю, я знаю, какой подход к какому человеку найти, я знаю, как общаться, когда можно ты, когда можно вы, когда... И я знаю очень много поднагонтных про всех, но мой ключевой пункт внутри себя, как менеджер, я себя позиционирую все-таки как менеджер, а не как там продюсер или там еще кто-то. Никогда не разглашать ни одних тайн. То есть, если я знаю про человека что-то, что он там кому-то где-то как-то сказал про какого-то другого, я никогда ни с кем это не обсужу. То есть, все секреты, вот любой человек, и, кстати, вам, друзья, все, кто мне что-то рассказывал, вообще когда-либо, я никому никогда не рассказал. Вот. Это факт, это мое кредо. Я считаю, что это компетенция профессиональная. Ну, это да, такая уже современная, наверное, этика, когда ты не перекладываешь эти слухи из одного уха в другое, потом там кто-то еще переврал. Да, я, кстати, не люблю, поэтому вот часто не люблю сидеть с парикмахерами, потому что они любят пообсуждать. А мне, знаешь, когда начинаются там какие-нибудь громкие фамилии, да он там хуесос. А мне просто некомфортно, потому что, во-первых, вы даже человека не знаете. Ну, вы обсуждаете того человека, которого вы не знаете, вы его три раза видели там где-нибудь. Ну, это определенный образ, сложившийся в голове на основе какого-то определенного там мнения, возможно, даже со стороны. Да, а он другой. А он другой. Я часто в это утыкался, когда тебе говорят, да вот там вот этот чувак, он вообще какой-то очень заносчивый, типа неприятный. Ты подходишь на мастер-классе там где-то или на фестивале, например, и он вообще другой. Тебе говорят, да нет, он вообще конченый какой-то. Ты общаешься, понимаешь, классный чувак, очень простой и приятный. Ну, вот то же самое, как бы опять Глебу привет передам, он же мне передавал в вашем подкасте. Вот, с Глебом такая история вообще постоянно была, но он же там бодро ввел Инстаграм на старте, очень бодро, будем так говорить. и все думали, что он такой, что он такой прям, типа, сейчас и будет неприятно общаться, значит, будет какой-то дерзкий там или еще что-то, а он не такой. То есть, он дошел, он подошел где-то вот в конце уже мероприятия, говорит, блин, чувак, жалко с тобой не увиделись, типа, на подкасте, все в следующий раз. А он добрый, он приятный человек. Вот Наташа общалась с Егором, заменяли меня, пока я в тайчике отдыхал. Бывает, бывает у всех, бывают там срывы, всякое такое, но это не означает, что типа внутри человек там какой-то такой. Вот, поэтому разные, разные, все люди разные вообще, все спикеры разные, каждому нужен определенный подход для того, чтобы всем было комфортно. А для того, чтобы не быть конченым, учитесь, наращиваете любопытство, где-то ты про это говорил, что нужно постоянно быть любопытным, в профессии, продолжать, продолжать учиться, ну, я тоже стараюсь этого, в принципе, придерживаться. Мне очень жутко осознавать, что однажды я могу на год хотя бы зависнуть просто на одной точке и никак не спрогрессировать. От этого приходит выгорание. Сто процентов. Ну, и вот, возвращаясь к теме, да, как попасть в Райтлэйбл, про что я говорю, про то, что если ты учишься постоянно, это видно, виден сразу рост, виден, видны рост в работах у тебя, через Инстаграм, там без разницы, через что. Вот. И, короче, потом я замечаю этого человека сразу же. Я вижу, где точка ноль, я вижу, где сейчас он, предположим. И я хочу его взять, потому что ему интересно развиваться. Мне не важно, у него может быть тысяча подписчиков. У него может вообще не быть подписчиков. Приложение залетает от тебя? Да, конечно, всегда. Поэтому старайтесь. Мчитесь. Давайте. Ребята, я за вами за всеми слежу, если что. Это реально так. У меня периодически лайки где-то от Макса прилетают на какие-то работы. Mainstage. Поехали. Давай, наверное, сначала просто про эмоции. Достиг ли ты вообще нужного эффекта? В общем, кайфанул ли ты? И что ты в целом вообще ощущаешь сейчас по прошествии вот этой долгой подготовки? Она же действительно длительная. И вот прошли два дня, они пролетели и для меня, и для коллег вот так просто. Это было действительно очень круто, грандиозно. И что ты сам ощущаешь сейчас? Блин, я безумно рад. Вообще, я просто очень благодарен всем людям, которые пришли на Mainstage. Потому что, блин, это так клево, так классно. Тут еще раз это не бабки. Это внутренняя сила. И я считаю, что вот то, что делает Mainstage, он развивает прям нашу индустрию очень сильно. Очень сильно прям. И мне это безумно лестно делать и безумно приятно получать отзывы. Вообще любые. Даже какашки. Вот у нас было там 200 какашек на пост. А в Телеграме? да, или 500 там. Приятно очень. Это в отборочном на Facebook не столько было. As usual, каждый год. Но если мы говорим про Mainstage, то мы вот про этот, да, мы же про этот Mainstage говорим, то мы начнем историю все-таки с конкурса Культ of Hair. Опять же, надо разжевать. Давайте людям что-нибудь расскажем уже, потому что, ну, мне кажется, некоторые не понимают. Итак, вообще подготовка к фестивалю Mainstage, получается, началась где-то август-сентябрь. То есть, это получается больше полугода. Короче, была такая история. Я подумал в своей голове, типа, вот у нас Mainstage, один прошел, второй прошел, и будет третий. А что люди будут делать между вторым и третьим Mainstage? Вот у нас умрут все соцсети. Их же как-то надо развлекать. И я такой думаю, блин, а было бы классно, наверное, сделать еще какое-то, объективно, да, говорим по-русски, прогревчик перед Mainstage. Вот, и я думаю, блин, бахнем-ка конкурс. Мне, мы как-то раз с Сашей Баратовым просто на парковке стояли, он говорит, давай сделаем онлайн-конкурс, давай-давай. И у меня что-то эта мысль там отложилась. Вот, я такой думаю, бахну-ка я конкурс онлайн. Свой ваншот. Не, не, вообще, ноль ваншотов. Задумывалось, как прогрев перед фестивалем. И чтобы люди, ну, пока, ну, ты же не будешь, блин, полгода рекламироваться. Ну, и у тебя просто контента не хватит на это. К первым Mainstage был достаточно долгий там такой подготовительный этап. К этому Mainstage прошел Cult of Hair и он почти сразу запустился. да, да. И вот, как бы, планировалось сделать так. А потом кто-то, короче, подхватил историю такой, что, типа, это всероссийский конкурс. Что это вообще не то, даже не то, что всероссийский, это вообще замена ваншоту. И все начали, короче, эту тему муссировать. И понеслась. Они там столько фотографий наподали вообще, мы с ума сошли. Три тысячи с половиной или больше? Ну, почти три с половиной. Там было что-то, три-четыреста. Я думаю, ладно. Ну, а я уже в подготовке. Мы уже там контент у нас делали, афиши наделали. База ТВ вообще с ума сошла. Она там столько интервью сняла. А там голос фестиваля, где они там что-то 15-10 выпусков. Ну, достаточно много. Да, голос культу в хэ, чтобы все это объяснить. Мы сняли контент, а стартовало на 250 тысяч рублей просто видосов всяких разных для того, чтобы это запустить. Кстати, кто не знает, каждое видео примерно в моем аккаунте, который мы выкладываем там и в Монстейджи, и в моем, ну, будем так говорить, стоит в среднем один рилс-то 35 тысяч, я посчитал. Потому что там везде задействованы там доп.свет, эффекты, площадки какие-то, ну, типа. Басик. Да, стараемся делать, чтобы просто клев был. Мы уже в этот момент, естественно, я был готов ко всему, к разным развитием событий, потому что я знал, что может произойти, что не может. Мы уже делали приложение. У нас же специальная приложка для жюри, чтобы они оценивали работу и все дела. Короче, был план такой, что все работы выкачает бот, который соберет по хэшу всех. По хэштегам распределит в категории. Да, просто дропаешь хэштег, они сразу перегружают фотки вместе с никами. И все, и типа, все супер. Но выяснилось, что бот, мы когда первую скачку сделали, и потом сделали оценку сторонним замерщикам, не сошлось. Вот на старте, когда мы первый раз смотрели, не сошлось что-то там на 200 работ внутри одного хэша. Ну, то есть, это тысяча по всем примерно, если номинациям... Хотя, да, получается много. Ну, короче, не сошлось. Информация закрытая полностью. Никто не знает, сколько работ подано. Никто не знает, кто что подавал, где, чего, кого. И происходит момент казуса, лютого. Ну, то есть, это, блин, это ад. И что делать дальше? Вот что делать дальше? Какие есть идеи? забить болт и тех, кто выгрузился, собственно, их и отсмотреть. Да. Остальные, типа, проиграли. Да. Либо выгружать вручную. Да. Я не иду никогда на сделку со своей совестью, если я понимаю, что это мой косяк, как организатор, я делаю до конца. И мы погнали. 3400 работ, все вручную. Каждая работа заносится примерно минуты три. Сами перемножьте, потом количество времени, затраченное на заливку только работ в приложении. Это без еще оценивания? Это просто подготовить? Для того, чтобы картинку вместе с именем, фамилией, номинацией, всей истории залить в приложку. И плюс приложку мы готовили два с половиной месяца для этого. Потому что там очень много разных входов, паролей, типа, пользователей, самих судей, получается. Удобный там ползунок оценки, короче, всякое такое. Папки все скрыты по случайным чиселам, то есть никто не знает, кто кого оценивает. Плюс не всем судьям доступны все номинации, ну то есть они могут только свои судить, которые мы им поставили. А там прям личный кабинет, в котором у Коли Межевой есть вот его номинация какая-то. У Коли Межевой не судил, он победил. Ну я условно говоря. Да, и у него своя номинация, короче. И вот эти все личные кабинеты мы прописывали тоже очень долго. А почему не выгрузилось, спросите вы, потому что оказалось, мне знающий человек подсказал, и я понял. Потому что у тех ребят, у которых бесплатный VPN с динамическим IP-адресом... А, он улетел в геопозиции в другую страну. Он не отображается в хэштеге. То есть что получается, что он сегодня там в Париже, завтра в Праге, грубо говоря. И из-за того, что он постоянно типа в разъездах, Инстаграм не очень сильно хочет принимать в хэштег эту работу. По факту в Мурманске. И, короче, все. И скачивалось только либо платников, либо тех, у кого бесплатный VPN, но он не динамический. Там статический. Предположим, ты всегда в Нидерландах. Да, ты всегда в Нидерландах. Вот все эти работы скачались. Короче, мы все залили, все отправили судьям на оценку. Судьи, блин, низкий поклон. Там люди столько времени потратили на эту оценку. Я судил как-то от... У ЛСБ еще был джойн ЛСБ, и там было 25 работ, и я подустал. Там нужно было каждый выставить какой-то порядковый номер. Как отсмотреть даже 500 работ в номинации? Я честно не представляю. Я бы на 50-е уже заплакал. Да, и, короче, судьи проделали тоже титаническую работу. Мы там все взгрелись. Конкурс стоил... Всем же надо знать, сколько стоил. На конкурс мы потратили 900, по-моему, 800-900 тысяч, где-то так, для того, чтобы сделать его бесплатным, для того, чтобы двигалась индустрия. Это приложение, гонорары судьи? Да, да, да. Они же тоже не бесплатно сидели ваши работы оценивали. Подожди. Нет, все сделали бесплатно. А, даже так? Да. Потому что, по идее, это же реально поработать. Да, да. Я написал спикерам просто поинтересоваться, хотят они принять участие в подобном конкурсе или нет, они все поддержали. Все сделали это абсолютно на общем вайбе, на бесплатном. Плюс меня поддержали компании, с которыми я давно сотрудничаю и работаю. Это все мои любимые Сантачи, Джирейл, Марк Шмидт и Бессовестно Талантливый. Низкий поклон вам всем. Напишите нам и дайте нам денег. И получилось, что вот мы, грубо говоря, пополам поделили. То есть, я потратил там 400 там с чем-то и партнеры 400 помогли. Вот получился конкурс мы сделали. И потом... Хотя, опять же, многие думают, наверное, что, да что там, работу скинул, что там посчитать, посмотреть. Да-да-да. И потом тонна хейта. Понимаешь? Вот мы делали это вообще ад просто. И потом тонна хейта, как из туалета спустил. А хейт в чем? В том, что кто-то не прошел, почему моя работа не победила, или в том, что он типа долго... Где мои баллы, какие критерии, кто судил мою работу, покажите оценки. Дайте обратку развернутую на листе. Ты не представляешь, какие там обратки давал Тони Селезнев. Вот такие писал сообщения. Развернуто. Я смотрел в чате, причем он потратил какое-то количество времени на то, чтобы еще адекватно ответить. И мысль вложил. И от и до разложил. Антон очень много тратит времени на это. И он не только... В целом, кстати, мне кажется, это многие даже и согласились с ним по факту. Ну, он это делает, понимаешь, не только в чатиках, где видно, а он еще и в личке это делает. И с максимальным уважением. Это то же самое, что вот мне один раз Виталик Пименов кое-что рассказал. Я думаю, нифига ты такой просто... Ну, на таком уважении человек делает. Даже когда там пишут негатив какой-то или еще что-то. Просто уникальные люди. Вообще. И я вот тоже недавно с Виталиком Пименовым я с ним не сильно был знаком. Ну, мы знакомы, как бы, да, но просто... Там... Здесь виделись, там виделись, там виделись. Чуть-чуть здесь поговорили. Ну, просто по чуть-чуть поговорили везде. И, в общем, мы целом знакомы. А вот недавно он в Питер ко мне приезжал, и был вообще просто такой день для меня, типа, открытие человека. Клево было. Вот. Сделали, короче, конкурс. Тонна хейта. Все. Погнали в фестиваль. Ну, то есть, да, идет уже четвертый месяц. Накал мощный в плане внутреннего состояния. Уже все разрывается. Я уже в Таиланд съездил, ничего не понял, потому что всего лишь 12 дней было. Безостановочная переписка с партнерами, с площадками, с фестивалем. Это же для тебя еще и не было прям полноценным отдыхом. Да, да, да. То, что ты там постоял в море, грубо говоря, ноги помочил вот так с телефоном, отписывая по фестивалю. Ну, я скажу так, что работать из басика клево. Вот я пришел. Конечно. Но не работать в басике, еще пизжа. Да. Согласен. Но так невозможно. Вот. Ну, и, короче, уже там идет эта подготовка к мейнстейджу. И пошел уже фестиваль. Кто не знает, как делается фестиваль мейнстейдж? У тебя есть очень большое количество зон ответственности. Если вы думаете, что ты нажимаешь на кнопку заплатить бабок, и у тебя открывается клуб, в котором уже присутствует все. ВК-стадиум. У тебя все отдельно. То есть ты арендуешь сначала клуб. В клубе хреново гора инстанций, менеджеров и разных брифов, согласований. Там же тебе каждую площадку как-то поставить, согласовать, собрать стенд, повесить. Вообще все согласуется с нуля. И ты проводишь гигантское количество времени в согласовании площадки, в согласовании условий, всех-всех-всех. Еще, естественно, не забываем, есть еще внутренняя безопасность, пожарная безопасность, есть там обработка материалов определенная. Короче, это очень сложный процесс. Поверьте мне. Сделайте что-нибудь в ВК-стадиуме по приколу. Поймете. Дальше происходит такая история, что есть техническая команда. Это вообще отдельно. Все, что свет, звук, это никак не относится к клубу. Вообще. Ты заказываешь это все отдельно. Это не их местные мастера, какие-то звуковики. Это компания-подрядчик, у которой эксклюзив на этот клуб. Мы люди простые просто. Можно это вообще рассказывать? Ну, вроде все рассказывают. Вот, и ты начинаешь, вот, а ты человек, ты не техник. Ты созваниваешься со старшим инженером. Он тебе начинает на китайском, на каком-то рассказывать, что есть какие-то приборы, лаеры, там, в уши, не знаю, здесь GDS, нам нельзя крепить на стойке, потому что у экрана шаг 50 сантиметров, и лаер не выдержит, потому что подключение там какое-то, и ты такой, а, в этом надо разбираться, да? Все. И улетаешь просто на несколько месяцев разбираться полностью в техничке, потому что она стоит сумасшедших денег. То есть клуб стоит дешевле, чем техника внутри клуба. Поехали дальше. Ты вот это все изучил. Например, ты уже готов к клубу, предположим, и готов к техничке. О, клево. Два пункта сложилось. Дальше начинается застройка. Застройка — это работа декораторов, работа агентства подрядчиков, работа людей, которые тебе, в принципе, придумают сам там стенд, не знаю, зону активности, помогут придумать. То есть я придумываю, например, всяких актеров, там, да, тайные комнаты, еще что-то, саму концепцию фестиваля. А людям-то дальше это надо воплотить. Вот вы вчера были, на подкове в АК-стадиум вот так все висела гирлянда с красной вуалью. Офигенную атмосферу, кстати. Это люди как-то помогли мне придумать атмосферу. Они предложили свой вариант, нарисовали референс, распечатали, ой, не распечатали, заказали кучу этой вуали, и потом весь день вешали по этой подкове, чтобы нам просто эффект был. Просто эффект. Эта хрень стоила 230 тысяч. Просто чтобы повесить вуаль вместе с гирляндой. Окей. В декоре разобрался тоже. Там куча нюансов, потому что одно с другим не совмещается. Естественно, у тебя сразу куб начинает запрещать все горючие материалы. То есть вот эта вуаль, она еще почему-то такая дорогая, она обработана пожарной пропиткой. Чтобы она не вспыхнула в случае чего. Да-да-да-да. Ну и, короче, вот это начинается вся болтология жесткая, потому что тебе надо просто разобраться с этим совсем. Вникнуть. Все, поехали. Дальше стенды начинаются. Ну, стенды, конечно, они платят денежку. Естественно, вы что? Платят денежку. Помимо этого, стенд еще должен самооформление, ну, собственно, платить в концепции, придумать. Конечно. Построить. Да. Но тебе надо во всем этом разбираться, естественно. И разбираться, помимо того, технически, ты должен еще разбираться, у каких людей есть какие деньги, чтобы им какие варианты предложить. Но при этом, чтобы их стенд был актуален, и вот именно в том месте, где он находился, он еще и пользу реально приносил. Ну, ты не можешь, например, там маленькому бренду, какому-то крафтовому производству кинуть референс крутого стенда. Потому что, как только ты ему объявишь, что ваш стенд в декорации будет стоить 600 тысяч, он, наверное, скажет, да я пас. На прошлом мейн-стейдже вот этот шатер у JRL, да, был, по-моему? Сколько стоил? Не знаю. JRL можно говорить? Да, наверное, можно. Да почти по тлям. Только шатер. Но он дороговатый, потому что он многоразовый. Его сделали клевый JRL, очень классный. Всегда придумывают. Очень круто выглядел. Мы всегда с ними общаемся, мы всегда с ним некоторые вещи согласовываем, некоторые нет. Вот конкретно данный стенд, они показали нам визуализацию, мне очень все понравилось. И они сами сделали многоразовый, и теперь могут с ним перемещаться, это очень классно. Многоразовый всегда стоит дороже, чем одноразовый. Ну, конечно. Вот, ну и, короче, ты все разобрался. Потом человеческие факторы начинаются. Одному объясни, второму объясни, третьему объясни, ты четвертому расскажи. Ребят, в Инстаграме MainStage присутствует только один человек. Когда вы пишете в Инстаграм MainStage, вы пишете напрямую Максиму Райту. Никто, ни один СММщик не имеет права вести аккаунт MainStage. Все сторис, все посты, все ответы на переписку, все это делаю я. Все объяснения, как купить билет, где, как, чего, зачем, почему. Здравствуйте. Почему не отдельный человек? Потому что он сделает плохо. Он не сделает по моему вкусу. И я работал с тысячей СММщиков. И сам веду курс по развитию соцсетей. И никто не сделает так, как я хочу. Телеграм-канал веду я. Здравствуйте. Аккаунт WriteLabel веду я. Привет. Свой аккаунт я по этим причинам, к сожалению, не веду, потому что я просто не успеваю. Все. Все, разобрался во всем этом. Сделал фестиваль. Объяснил всем людям, как купить билет, где пописать, где покушать, где СДЭК можно отправить. Вот вчера просто тоже, или сегодня забавная история была. Люди переживали, что мы столько подарков подарили, что приходится в СДЭК их сдавать. Вот. Это тоже... Да, в прошлом мейн-стейдже люди, ну, как некоторый, один человек был недоволен, что у нас в клубе была температура 18,7 градусов, а должна быть по нормам 19 градусов. Вот. И это тоже надо учитывать. Учитываешь все. Потом запрыгиваешь в гримерке. Там начинается просто ад. Вот у вас, например, присутствует пять гримерных комнат. Знаете, насколько сложно сделать фестиваль мейн-стейдж? Это логистический коллапс адский. Потому что спикеры выступают на сцене, на стенде, в зоне батков, еще где-то. Это все файлы при подготовке, все списки активности, все отсылается напрямую спикерам, и это делает наша команда. И на все это пять гримерок, на всех спикеров. Их еще нужно распределить так грамотно, по времени. И там по времени. Учесть все пожелания, обязательно. Райдер? Ну, не райдер, просто пожелание. Учесть количество человек на гримерную комнату. Постараться. Постараться учесть. Тут, к сожалению, уже иногда выходят за рамки. Но это просто начинается ад. И этот ад идет вот все время. И ты как бы вот в этом состоянии, в гримерках тоже, как бы есть много сложностей, много тонкостей, есть модели, есть мастера присутствуют, какие-то менеджеры, СММ-ы, присутствуют генеральные директора. Плюс двигаются тайминги. Да, и когда ты через коридор кричишь, например, люди думают, что ты кого-то хейтишь. А ты просто, ну, не знаю, в ситуации, в порыве, у тебя проблема. как бы вот мы вчера тоже с командой обсуждали, что у меня бывает такое, что я могу жестко сказать, но моя команда понимает, когда я говорю жестко, я их не хейчу. Мне надо добиться результата не через секунду, а прям в 00 вот сейчас, чтобы это сделано. И никто не обижается, вообще ни один человек. Они все понимают, что я их люблю и уважаю. И я вообще такой чувак. Ко всем с уважением. Вот. Короче, и в итоге ты вот это все сделал, уже и в гримерках разобрался. Потом идешь в рубку. Там сценарий, там режиссеры, там разные видеооператоры, световики, техники. Ты должен знать все. Сделайте один раз фестиваль. Вы все поймете. Хотя бы какой-нибудь. Да, мне тоже девушка сказала, что вы сначала попробуйте организовать свой день рождения, пригласить друзей. А потом, ну, чтобы у вас все четко прошло. Чтобы еще каждый пришел в итоге. А потом, посмотрите, ну, как это все организуется. Все, мы сделали, сделали main stage, вот теперь можно уже к эмоциям перейти наконец-то. Кляв. Это проорганизацию день рождения. Тяжело, бывает друзей собрать пиво попить после 30. И как собрать кучу народу на main stage, это вообще целая проблема. Ну, так что, эмоции. Да, вот эмоции. Вот пришли к эмоции. Эмоции я уже вижу. Пополам. Сейчас вообще пополам. Есть нюансы, которые не реализовались. То, что, то, что видели вы, вам все понравилось. Мне кажется, надеюсь, искренне. Ребята, напишите в комменты потом. Мне это важно. Я читаю все, до конца прочитываю. И когда не отвечаю, я просто не успеваю, либо переключаюсь случайно. А так я читаю абсолютно все. Вот. И, короче, не было ли реализованы некоторые моменты. Вот от этого осадок. От этого прям, причем не по нашей вине. Не по вине нашей команды. Мы сделали, мы вообще так отбили это. Я вообще был в шоке. Я в этом году просто горд каждым. У меня, извините, эмоция подкатила. потому что это было очень сильно. Очень. У меня есть такая фишка. Когда ты долго работаешь, ты долго находишься в каком-то процессе, потом приступает такой этап. Это было в прошлом у меня как раз таки. Приходит такой этап, когда отключаются эмоции полностью. И ты выполняешь свою работу качественно, профессионально, без эмоций. Да, ты можешь напиздеть, но это для достижения результата. Не для того, чтобы эмоция какая-то пошла. Вот. И, короче, и в этот раз то же самое было. Я, кстати, помню, я в прошлом году по гороскопу мне жена сказала, что мы после фестиваля должны сразу уехать в отпуск, иначе будет затяжная депрессия. И мы не уехали в отпуск из-за дел. Ну, там, по-моему, у меня тоже мастер-классы какие-то были, я не помню. Вот. И мы не поехали. И получилось так, что я просто полтора месяца был в лютой депрессии. Внутри себя. Никогда я это не покажу, никогда я это не расскажу. Все буду выполнять. Все от и до, что я заявил. Но было. И, короче, сейчас, видимо, настал тот этап, когда эмоции обратно включились, но сильно. Еще плюс я люблю кошку свою, а она сейчас в гостинице. Впервые. Вот. Потому что все уехали на мейн-стейдж. Реально все. Все друзья на таком эре. Ну, у меня же все из индустрии. У меня же нету такого, что, типа, у меня есть друзья. Какие у меня друзья? У меня друзья все те, с которыми я вот... А, не друзья мне, естественно, но имеется в виду все из индустрии. Не такие, типа, друзья, там, друг, который вот занимается нефтедобычей. Хотя нет, почему. Сегодня же Фед был, он на корабле работает, если стоит. Вот он сейчас, мы сейчас с ним попрощались, он ушел в плавание на шесть месяцев. Это вот парень, который заходил сегодня. Да, который вообще-то был человеком, который встретил Стэнли Ляу и катал его шесть дней по Москве, вот и до просто с ним ходил для того, чтобы человеку было комфортно. Это прикольно, кстати, проявилась еще вот этот менталитет в отношении гостей зарубежных на мейн-стейдж, где он занял довольно много лишнего времени, и его никто, ну, там, ни разу не пнул под задницу. А никто и не собирался. Вот, потому что... Мы переменители очень сильно время. Час работы клуба стоит до хрена. До хрена. Дополнительный. Он не заявленный был. Причем и в первый, и во второй день там немного сдвинулось. Да, если кто-то мне потом скажет, что награждение победителей было сумбурное, Сережа Глазецкий сделал такое награждение, которое... Я просто был в шоке, насколько это было клево. Когда мы все делаем награждения, в большинстве случаев, на парикмахерских фестивалях, это происходит так. И третье место. Давайте поаплодируем. Он выходит. Он пока ползет на сцену. Это, короче, длится очень долго, и это просто скучно. А Серега сделал в стиле ММА вообще какого-то. И прям мы зашли потом в гримёрку, кто-то говорит, ну, ты пробит боксов, конечно. Это было... Это было самое быстрое награждение, в принципе. Это было настолько динамично. Я потом смотрел, когда записи со сториз. Я, кстати, да, ещё в ночь между мейнстейджами просматривал все ваши сториз. И записи репостил. Да, и репостил. Но я просматривал не для того, чтобы посмотреть, что было, а для того, чтобы кто написал какой-то хейт, и я успел на второй день ещё что-то изменить. И я сидел в 3.40 ночи и смотрел все сториз. Я посмотрел тысячу. Дальше меня не хватило, извините. Там было 1400, по-моему, если не ошибаюсь. 400, да, скорее всего. Потому что я просто сидел вот так на диване, и всё. Я уже не мог к Васе двигаться. Итак, про вообще впечатления. И что? Впечатления 50 на 50, потому что некоторые вещи не получилось реализовать. И вот сейчас буду тоже говорить пасхалками. Я для себя решил, что это последний Минстейч. Но сейчас мне непонятно это. Нет, мне непонятно не то, что решил я для себя или не решил. Мне непонятно, почему я в непонятном ощущении заканчиваю тот проект, который я делал всю жизнь. Вот это мне непонятно. У меня нету такого, что я сейчас в Sunlight играю, как мне написали в прошлом году, что типа ты же как-то раз. Бытует мнение, да, что это, знаешь, разогрев какой-то. Нет, нет. Это не разогрев. В прошлом фесте была такая тема, что я просто бухой ночью сториз кинул, типа последний Минстейч. Не знаю, как, ну, сидел в час ночи бухой, какая-то мысль пришла. Думаю, бах, ну-ка я сториз. А вообще ночные сториз это моя фирменная фишка. Особенно когда я бухой. Хотя бы чуть-чуть могу рассказать про себя, потому что я вообще не люблю про себя рассказывать. Вот. И в итоге, короче, кинул эту сториз, и, короче, она одна была. Нигде не было написано, что это последний Минстейч, никогда это не говорилось. И, видимо, кто-то расширил, и пошла вот эта история. Что ж. Это очень быстро передалось, мне кажется, просто из уст в уста, потому что ты такие на одном и стоишь типа последний. Да, а я как-то не понял, как это произошло. То же самое, что я не понял, когда культовка я стал заменителем фаншотом. Всероссийским конкурсом наш ответ фаншотом. Да. Ну, типа, я вообще этого не понял. Вот. И как бы вот это все так расходится, и потом это интерпретируется уже в другую историю. И получается, что сейчас я... А сейчас я действительно решил, что это будет последний Минстейч. И всю дорогу так рассказывал людям. Ну, реально последний. Вот. И итог смазанный. Понимаешь? Да, я вообще нереально просто был в шоке, когда мы начали прогон контента на этих экранах со светом. Я просто пришел туда, и я думаю, я ничего лучше не видел. И в этом году мы опять поменяли правила игры. И опять заставили всех подстраиваться. Знаешь почему? В фестивале Минстейдж задуман как... Тоже, кстати, никто не знает. Такие очевидные вещи, ребят. Фестиваль Минстейдж задуман как объединение мужских и женских мастеров. Это мы знаем, да? По какому средству они объединяются? Мужские и женские мастера. Они могут объединиться через окрашивание? Да, конечно. Нет. Не все мужики красятся. Они могут объединиться через... А, ты про... Общие. Да. Они могут объединиться через стрижку бороды. У женщин нет бороды. Точно нет. Они объединяются через волосы на голове. Поэтому на фестивале Минстейдж практически нету колористов. Да, они есть, но потому что колористика еще и там, и там есть. Но их не очень большое количество, объективно. И нету выступающих по бороде. Все мне пишут, когда у нас там будет батл по бороде, когда у нас будет мастер-класс расширенный по бороде. Это хорошее, кстати, классное, что эту тему затронул. Я часто... Ну, может, не часто, но бывали такие вот моменты, когда я слышал, что, блин, почему нету батлов по бороде? Да. Потому что мы пересвязываем мужское и женское посредством волос на голове. Они есть и в мужском зале, и в женском зале. Все. Итак, вот, и здесь я уже полностью рекламирую, ну, и рассказываю, что это последний Минстейдж, и как бы, естественно, из-за того, что я говорю последний, привлекается трафик. Да, люди, конечно, распространяют, что больше такого не будут, успеют ухватить. Вот. И сейчас, как я могу со смазанным своим впечатлением закончить? Грубо говоря. Мы сейчас не говорим, что будет в следующем Минстейдж. Этого не будет. Но я уже всем сказал, что это последний. Я не могу переобуться. Я вот сейчас в подкасте рассказал это. Но наш подкаст посмотрит, дай бог, 10% той аудитории, которая будет на фестивале. В лучшем случае. Нет, не потому, что плохой подкаст или у вас мало подписчиков. Потому что мало людей хотят разбираться в чем-то. Возможно. Это тоже очень большая беда на самом деле. Особенно, когда, например, на сайте... Сколько раз вообще в Инстаграме и в Телеграме Минстейджа ты слышал, где купить билеты? На сайте mainstagefest.ru миллион раз этот сайт везде был. И ссылочкой, и названием, и еще как-то. Я постоянно говорил это слово. Знаешь, сколько... Вопросов задали, где купить билеты? Да. Реально. Каждый день по три. Там просто невозможно, по-моему, мимо пройти, если ты хотя бы имеешь вот эти штуки. Да. Но получается так, что люди настолько не разбираются. И поэтому, я тебе говорю, мы сейчас находимся на 25-й минуте этого подкаста или 30-й, может, уже 40-й. Прикинь, сколько досмотрят? Ноль. Но потом кто-то заскринит, типа, что я такой где-то сказал, что может, там что-то там. Может быть, не последний. и начнут с Sunlight из меня делать. Вот. И непонятно. Но то впечатление, которое сделали спикеры, как некоторые... А, подожди, сейчас надо сказать быстро. Вот. Где мы изменили правила игры? Я тебе рассказывал про мужское и женское объединение. Объединили. Все клево. Во втором фестивале мы внесли концепцию. Опять поменяли всю эту историю. Сделали не просто фестиваль, а фестиваль концептуальный. Добавили актеров, придумали там всю историю, короче, вся тема. Сохранили ее на третий фестиваль, но усилили еще персонажем, который пересвязал все дни между собой. И аналогически вела фестиваль. Вот это я очень заценил на самом деле аватара, который вообще все связал в одно какое-то четкое повествование. Это было полностью. В втором отстое чувствовалось, что есть какая-то концепция определенная, там, ритм и так далее, но вот эта штука добавила еще какой-то связанности. Да, из нее тоже были некоторые косяки, но в принципе, в общем, в целом смотрелся стол. Вот, и короче, и в этот раз я сижу такой, думаю, что мне не нравится этот дебильный один квадратный экран по центру зала. Ну просто он мне не нравится. Я хочу что-то новое, а я смотрю концерты без остановки во всех клубах, во всех везде, потому что я ищу решение, как сделать так, чтобы было вообще фурор, феерия. Смотрю зарубежные выступления и так далее. Очень сильно разбираюсь сейчас в технической части. Если спросите меня, как куда свет повесить, развесить, обращайтесь, у меня уже свой продакшн скоро будет, мне кажется. Вот, и в итоге, короче, я подумал, давайте-ка бахнем вертикально. Сейчас все снимают сторис, рилс, и я подумал, что и мне, и спикерам будет удобно, потому что много кто снимает для себя в инст, и в шорст, и в тик. Вот, и в итоге, короче, я думаю, бахнем горизонтально, и такой думаю, а, а партнеры? А у них у всех горизонт. И они начали переснимать, и начали переснимать сами спикеры, и все начали переснимать, мы изменили опять. Кто-нибудь хоть раз видел на парикмахерском фестивале вертикальные экраны? Окей, вертикальные экраны, это не очень прикольно, ну, часто так люди за все говорят. Мы еще снизу... что сначала не понимают, на сторис, мы тоже ругались. Мы еще снизу бахнули экран, на который просто необходимо делать контент, потому что такого разрешения не существует. Это который был по краю сцены? Да, экран настроения. 12, по-моему, да, 12 метров шириной и 1,8 в высоту. Вот этот край сцены? Да. И это получилось, раз нос мы добавили туда стробоскопы, плюс, вместе с агентством сделали вот этот баннер от Бессовестно Талантливого, кто-то скажет интеграция, а я скажу енна, потому что ее сделали такой крутой. И у нас была концепция, что The Hair перерождается из анимированного персонажа, когда она уходит с экранов, она возвращает, она замирает и застывает в арт-объекте. И это было очень круто. Это было аватара Мэнстейджа, если что, для тех, кто вдруг не разобрался и не видел. Был там такой персонаж, который делал повествование. Это было круто. И была сумасшедшая трансляция на экраны со стедикама. Прям все снимали. Мы прошли, пробрифовали оператора, как снимать руки, как правильно снимать парикмахеров, как это делать. И они снимали идеально. Да, вот тоже мы общались с ребятами на тему того, что в этом году неебическая была четкая съемка того, что происходило на сцене. А мы тоже учимся просто. Вот, и типа, ну, стедики, конечно, тоже там сильно зарешали, потому что чувачки, которые просто с камерой бегают, с каким-то стабилизатором в общении, тут он плавно подплывает под этого Стэнли, китайца, или там под Гладышева, и все видно, что он делает четенько. А я искал вот такое решение, много уже пересмотрели, можно вешать дофига камер в разных точках, но это статика получается. Можно делать кран такой, знаешь, который подлетает на сцену, короче, ну, это немножко ограниченный угол обзора. Статика на парикмахерском фесте, мне кажется, вообще не очень применима, наверное, для таких выступлений, где тебе нужно обходить, крутить модель и еще и показывать. Ты же работаешь вот так фронтально всегда, вот перед тобой твоя работа, и должен оператор еще вот так под тебя подлезть, чтобы и тебе было комфортно, еще и людям видно. И потом все спрашивают, говорят, вот вы так красиво снимали, где запись, где онлайн? А была запись какая-то? А какая разница? Просто? Это оффлайн-мероприятие. Ты один раз живешь, один раз пришел, получил нереальное впечатление, без разницы, что тебе понравилось, первое, второе, компот, пофигу, но ты это увидел оффлайн, это у тебя в памяти. Если ты потом пять раз это еще посмотришь онлайн, тебе будет ничего такого особенного. потому что съемка на телефон, когда даже, не знаю, закат, блин, снимаешь, ты такой, хуйня. Так и в принципе эффект. Ты сидишь в зале, в клубе, где профессиональный свет, звук, экраны, и у тебя шок. А когда ты смотришь это с телекой, ну, ну, как-то. Блин, с этим было. Все еще будут скринить, знаешь, эту онлайн-трансляцию. Вот здесь косяк. Ой, а здесь почему-то мне... Виталия Пименова выступление, где были барабанщики, и тоже я поснимал чуть-чуть. Думаю, ну, надо, вообще не было времени снимать. Я считаю, это тоже большая заслуга, ну, твоей работы, потому что самое все прикольное, обычно ты не успеваешь снимать, ты вот так смотришь. Я думаю, надо снять хоть какую-то историю, чтобы у меня в инсте хоть что-то было, что я там присутствовал. Я снял этот кусочек с барабанщиками, потом пересмотрел его, думаю, блин, вообще не то. Ну, по эффекту, который был в моменте, и который, вот, с экранчика, с этого это вообще даже не близко. Ну, вот, хочется просто, чтобы визуальные какие-то образы у людей остались, и они были довольны. Это значит то же самое, что если будет лететь метеорит, половина планеты будет снимать его. Вот, наверное, как-то так, да. У меня еще был как раз вопросик, и ты его частично раскрыл, про то, имеют ли образы, и вот эти аватары на фестивале, какое-то отражение в твоей внутренней составляющей, твои мысли, какие-то переживания, и ты даже про это начал говорить. Ну, конкретно вот этот? Аватар фестиваля нет, он не было такого, смотри, тут честно признаюсь, как был придуман аватар. Миросетка? Нет, в сети вирусилось очень много роликов с техно разных фестивалей, где какая-то женщина переливается под техно. Офигенно. Я очень долгое время сидел, искал решение, как нам добиться такого же клевого визуального эффекта, потому что я понимал, что если я какую-то бабу запущу на, левую абсолютно, запущу на центральный квадратный экран, то не будет эффекта вообще. Ну, камон, зачем это делать в принципе? Я начал разбираться и думать, а как сделать этот визуальный эффект так, чтобы все совпадало. И экран настроения получается с огнем снизу, когда выходит ДХР, и справа слева, где крутятся билеты, вот такие, которые у нас в визуализации была сделана, билеты, все получается вместе играть. Вот, и мы добились этого. Но, естественно, опять же, когда ты хочешь что-то сделать, тебе надо во всем разобраться. Поэтому тебе надо было, для того, чтобы сделать 3D персонаж, тебе надо разобраться в 3D. Как только ты начинаешь разбираться в 3D, понимаешь, что дешевле 100 тысяч, за что угодно, там нету ценников. А спецом собранный персонаж, не какой-то взятый откуда. Референс. Не референс. Я подумал, что это, знаешь, генерация нейросетки, она сейчас тоже круто умеет всякое такое делать. Нет. Может, вы промпт какой-то собрали для этого описания. Ага. Как ты нейросети дашь правку на то, что она сделала? Вот она сделала, тебе, в принципе, все ок. Но хочется поправить кусочек, она переделывает полностью весь концерт. или ты хочешь, чтобы она двигалась у тебя не влево, а вправо. Хрен. Не будет такого. Ты рисуешь все с нуля. И персонаж был нарисован с нуля. Вручную. Человеком, да. Сначала нарисовалась женщина. Мы ее долго согласовывали, потому что мне она жестко не нравилась. Потом появилась маска, потом появилась одежда, потом появилась вот эта вставка в башку, потом полоска здесь. Ну, как бы, все очень долго муссировалось. Саша, режиссер, у нас был замечательный человек на этом фестивале. Ты не доработал. Жестко ему сказал сейчас. Который привел дизайнера, который вот, Саша, режиссер, придумал это все. Вот конкретно ДХР и полную связку от нуля до конца фестиваля он придумал. Это не я придумал. Смотрелось круто. Но нельзя не отметить такую очень темную тематику последних двух фестивалей. Это и цирк, который, ну, по идее, можно было и весело сделать. Вот этот яркий цирк. Да, мне тоже, когда мы с агентством общались, я говорю, будет Dark Circus. И мне что-то говорят, типа, сделаем какого-то колуна. Я говорю, цирк без клоунов. Если клоун, то только грустный. И Макс Захаров, соответственно, в первый день. Да, темная стилистика. Люблю все загадочное, мистическое, чтобы было не раскрыто тайно, чтобы ты не успел ничего понять, чтобы ты не разобрался, чтобы остались вопросы, чтобы везде были пасхалки. И как раз таки клево вообще вышли в эту точку. Пора раскрыть, ребят, вы знаете, что такое фестиваль? Слово само фестиваль. Фестиваль, это где все пердит и чихает без остановки. Ты, вот тебе в одной точке стало неинтересно смотреть, ты повернул свой взгляд на один градус, и там уже интересно. Вы мне пишете постоянно, что я что-то там не успел, или я хотел все посмотреть, или там где запись, потому что на вашем фестивале невозможно все успеть. Так и планировалось. Да. На каждом фестивале планируется максимальное количество зон активности, для того, чтобы если тебе стало где-то случайно, чуть-чуть неинтересно, тебе максимально интересно в другой зоне. И так делается всегда. Так и было, кстати. Я постоянно ходил, что-то курсировал между фестивалями. Я не подошел, блядь, ни к одному аниматору, к сожалению. У меня просто не было времени. Я там ни к додалке ни разу не подошел, ни куда-то не завис нигде. Я тусил по стендам, смотрел выступления, с кем-то общался постоянно. Это и есть фестиваль. Да. Вообще в позиции мира фестиваль — это когда везде все, а не просто то, что у нас главная сцена, спикеры, и мы все сели смотреть. Это кинотеатр называется. Понимаешь? Разница. Ну да, был опыт таких фестивалей, когда ты можешь быть только на главной сцене, вот посидеть, посмотреть, потом ты вышел такой... Либо у тебя батл и сцена. Корнер, 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 пойду за пацанами на батле посмотрю. Ты заебываешься. А здесь мне даже... Ну вот это прикольное ощущение, когда тебе даже и не хватило. Хотел типа все посмотреть. Но во втором менстейже так четко задумывалось, чтобы люди пришли на третий. Чтобы они как бы типа... Знаешь, такие... Блин, не хватило чего-то. Почему так два дня быстро прилетело, когда в следующем этапе встреча? А после третьего не хватает еще больше. А в третьем мы уже пришли с другой точкой. Мы уже пришли конкретно, что нам очень понравилось делать вот это много точек. Не в плане, чтобы они пришли в следующий раз, а в плане того, что это фестиваль. И я еще расскажу. Все комменты, которые вы пишете, я всегда читаю и я всегда принимаю решения в данной ситуации. То есть, например, в прошлом году люди писали мало стендов. В этом году мы для всех стендов сделали такую низкую цену, ты даже не представляешь себя. Ну то есть, я даже не могу сказать эту сумму. Ну, короче, в плане того, что это настолько дешево размещение... Давай в соотношении с прошлым годом. Нет, не с прошлым годом. В соотношении с другими фестивалями давай вот так будем делать. Это очень дешево. Ну, хотя фестивали не существует больше. В России ни одного, кроме main stage парикмахерского. Короче, не суть важна. Настолько дешевые цены для того, чтобы воплотить в жизнь желание людей, чтобы было много стендов. И мы застроили нахрен всю площадку. Я заметил, что в прошлом году еще был задействован этот балкон над зоной баттла. Да, решили не делать. Низкая очень проходимость. Туда народ, как будто большинство, они даже и не знали, что туда подняться можно. Все верно. Именно поэтому и не сделали. Плюс, сильно мощная застройка и активность первого этажа. Это добавляет динамики. Да. Но, надо тоже учитывать людей, которые хотят зачилить. Ты устал. И поэтому второй этаж вообще не трогался. И он остался просто для тех людей, которые реально просто хотят сверху посмотреть сцену. Кайфануть. Ну, знаешь, сел, взял пивка, сел на спокойном. Мне бы, кстати, очень понравилось. Я бы прям зарядился. Я очень оценил, что в месте, где вот раньше как раз на втором этаже на балкончике стояли стенды, там просто мягкие сидушки лежали. Я в какой-то момент, я на второй день уже, я иду по фестивалю, и я только вышел из зоны баттлов, и мне еще там час до выступления на стенде Галор. Я думаю, блин, где бы проебаться? Просто хочется присесть, дух перевести, потому что полтора дня я бегал туда-сюда, без остановки я не присел ни разу. Я ходил в курилку, дальше сцена, туды-сюды, и что-то, я даже, прикинь, не посидел-то, и на сцену толком не посмотрел, именно вот с сидушек. Я всегда где-то вот так выглядывал, и дальше шел. Да-да-да, практически так. И вот я тогда пришел туда такой на полчаса, никого нету еще, тишина я так. В 20 минут я почилил, и пошел дальше стричь. Диванчики там появились, потому что мы с утра прогрифовали команду площадки, как нам расставить мебель, и попросили, чтобы люди там могли посидеть, они выставили туда диван. Кайф, это очень удобно. Мы учитываем всех. То есть, как бы, когда планируется фестиваль, мы разбираем каждую дырку, где может быть что-то плохо для людей, и нигде нету плохо. Это очень крутой подход, потому что, ну, я думаю, блин, никого нету на втором этаже, вот там точно можно проебаться посидеть. Я прихожу, и там есть куда еще почилить. Видели хоть раз такую картину, когда еще фестиваль не начался, но девчонки на улице чекают браслеты? Это есть каждый месяц. В смысле чекают, в смысле наклеивают? Наклеивают, да. Да, конечно. Это делается для вашего же удобства. Чтобы ты быстрее проскочил. Для того, чтобы потом вы не стояли в очереди на рецепшене. И когда вы пойдете на какое-то другое мероприятие, обязательно посмотрите, где вам будут выдавать билеты, вам будут выдавать браслеты. Вам будут выдавать их на рецепшене. И люди от рецепшена не отлипают своими задницами. А наша команда выходит специально вперед перед дверьми для того, чтобы наклеить вам билеты. Бой браслет. Я, кстати, честно пропустил и как будто даже не заметил, что в этом была нужна, потому что я приехал к началу, к открытию. Я пошел, похавал, подошел на вход. Там стояло человек 10. А на всякий случай никогда не угадаешь. Ну, то есть в прошлом инстейджа много стояло на старте. И это было актуально. А вот в первом, потому что мы не знали. И у нас была задержка открытия двери. Там собралась прям нормально. Там была туча, да, на роду. А у нас была задержка клуба открытия не потому, что мы, типа, такие. Там тоже кто-то в комментах написал, что, типа, мы просто хотели сфоткать очередь. Ну, типа, знаешь, что а-ля солдалы. Мы не хотели фоткать очередь. У нас площадка не сдала уборку. И наша команда, 20 человек, бегала, терла перила для того, чтобы открыть. И вы ручники свои не запачкали. Все критики раскрыли. А потом еще что-то пишете вы. Сделайте, сделайте. Всегда говорю, хотите, сделайте свой фестиваль. Я буду только рад. Я вот, например, в этом году безумно рад вообще, что возвращается РБВ. Я прям в кайфе. Я нахожусь. Ты хочешь посмотреть реакцию и сравнить? Или просто походить по кайфу? Я хочу быть зрителем. Я хочу быть на РБВ, потому что РБВ, они очень мощные ребята. Вообще они зародили эту движуху сделать клево, как-то немножко по-другому. Но их не хватало три-четыре. Да. Три с небольшим года. Мэнстейдж для некоторых людей полностью заменил просто РБВ. Вот. Но они крутые. Они это начали. И они начали делать в стиле Барбар Бэша, если ты знаешь, такие вечериночки, короче, есть в Британии. Вот. И они делают чуть получше, конечно, чем Барбар Бэш. Но они сильно заморачиваются на какие-то детали. Ну, типа вот детали концепции, да, еще что-то. А я не говорю, что это плохо. Не нужна людям некоторым концепция. Они парикмахеры, они пришли посмотреть батл, они пришли посмотреть мастер-классы. И РБВ полностью заполняет эту нишу. Это техническая часть. Да, дело не в технической части. Ты видел, ты, я не знаю, был в 2019, по-моему, если я не ошибаюсь, на РБВ, где они привезли всех. Я не знаю, они там полмира туда свезли. не был. У меня был шок. 21-й год был первым и последним для меня. Вот мы в этот раз привезли иностранного спикера. Хотя должен был еще один быть. Напишите в комментах, кто должен. У меня видео приглашение от этого спикера замонтированное. А ты молчи. Замонтированное, которое выложилось ровно на 30 секунд в аккаунт main stage, уже все согласовано полностью было. Потом возник нюанс, который я, естественно, как человек не буду разглашать. Это очень сложно привезти иностранного спикера. Вообще. Вот это я тоже хотел, кстати, у тебя. Они привезли, прикинь, 20 человек. А там были вообще все. Я жалею, что я тогда не бывал. Рузел, Джош. Низкий просто поклон им за это. Кайф. Но сейчас с этим сложнее. Как вообще было зазвать такого чувака, как Стэнли Лиау? Сколько это было сложно? Долго. Это было очень долго. Будем так говорить. Он же меня не знает. Он не знает, что такое main stage. Я ему прислал медиафайлы для того, чтобы общаться. Так вообще была задача привезти иностранного спикера. Ты даже не представляешь, с каким количеством иностранных спикеров я пообщался за это время. Зато клево со всеми познакомился. Раскроешь пару имен? Со всеми. Вот всех, кого ты знаешь, со всем поипошался. У меня еще просто есть знакомый в Таллине, если я не ошибаюсь. Да, он в Таллине живет. Меня с ним познакомил Антон Селезнев. Хотел еще... Barber Space у него называется. Barber Shop. Это тебе реклама, брат. И он мне тоже помогал. Он много с кем меня там познакомил, законнектил, потому что он там делает тоже мастер-классы в Европе с разными преподавателями. Вот. И, короче, была задача привезти иностранного спикера, но задача была и мужского, и женского привезти. Для того, чтобы и мужским мастерам был мастер, и женским мастерам был мастер. Вот. И, короче, мы там все переписывались. Ну, а у нас ситуация-то в России не такая, что иностранцы так весело к нам относятся. Все. Все хотят сюда приехать. Да-да-да. Некоторые просто не хотят из-за ситуации разных ехать. Либо боятся, либо по каким-то своим причинам. Вот. И некоторые даже не отвечали. Меня просто сводили уже потом с людьми напрямую. Типа контакты, знаешь, пересылали. Изначально все начинается с переписки в Инстаграм. И всем я вам, ребята, говорю, что если вы что-то хотите, просто напишите в директ кому-нибудь. Инстаграм дал такую возможность кому угодно написать в директ. Я со всеми на связи, с тем, с кем хочу быть на связи. А с тем, с кем не на связи, я ему буду писать, пока он мне не ответит. Слабдог. Ответь мне. Обладает. Давай за встречу. И, короче, мы с ним переписывались. Долго. Долго переписывались, переписывались, переписывались. Потом уже появилась история, что вроде пора созвониться. Фет у нас на английском свободно. Мы на связи, короче. Там был такой тоже забавный момент. Фет учится в военно-морском, по-моему, колледже или училище, или институте. И ходят в море, там все дела. И, короче, мы залетаем со Стенли в прямой эфир. Ой, в онлайн созвон. И Фет открывает камеру, он в тельняшке. Ну, и так все думают, что у нас что-то страшное здесь происходит. И он еще в военной форме. Я думаю, блин, ну ты-то куда? Переводчик. Наш любимый. Вот. Ну, короче, все. И мы все напереписывались. Там долго-долго обо всем договорились детали, нюансы. Фет очень помог. Накупил билеты. Задал, правда, миллиард вопросов. Очень встал я от него. Любимый мой. Было ли это неприлично дорого? Причем здесь это вообще привозила компания Constant Delight. А, даже так. Я рублем не имею туда отношения вообще ноль. И я хочу, чтобы вы тоже оценили это, сколько разные бренды делают для того, чтобы мы насладились какими-то вещами. То есть... Классно, потому что все думают, что это жесткая коммерция, коммерция, только бабки, бабки, бабки. Ой, Стэн Лилиал выступает, а там логотип Constant Delight. Уберите его, сделайте нам красиво. Друзья, ну объективно... Благодаря этой компании вы имели честь такого человека. Я бы не вывезу финансово просто там. Ну, Минстэйч еще раз, опять же, он не про бабки. То есть, я просто не вывожу финансово. Как только начинается ВК-стадиум с освещением вот таким, который вы видели на фестивале, это становится ты там не заработаешь никогда, брат. Не делай так. Ну вот. Если ты только отчаянный. Так в итоге Минстэйч это хоть как-то в нолик вышло? Если это не секрет, конечно. В нолик, наверное, вышло. Но про заработок? Вообще. Ну, мы посчитали. Мы посчитали. Вообще. Сейчас вам тайну прям сразу. Мы с Минстэйджа зарабатываем на двоих с женой 600 тысяч рублей. Готовимся к Минстэйджу шесть месяцев два человека полностью с ума сходят. Заработок в месяц для каждого 50 тысяч рублей. Я могу кем угодно работать. Я буду зарабатывать больше 50 тысяч рублей. Я не зарабатываю деньги на Минстэйдже не потому, что я хочу этот самый такой жалобу к себе, а потому, что этот самый. Ну, просто это не проект не для денег. Это не та история. Зачем? Это было круто раскрыть, потому что тоже вот это, наверное, детское мышление, когда ты в день мастер-класса фестиваля собрал денег, два дня его провел, и ты такой, за два дня я заработал столько бабок. А то, что там шла длительная подготовка в течение полугода, которая занимала сколько дней у тебя в неделю? Да давай не дней в неделю, давай посчитаем Человек-часы моей жены. Она каждое утро... А, во, еще давайте ставим тоже. Мы, короче, я придумал идею, что когда вы покупаете билет, вам должен не сраный какой-то тикет приходить, ноунеймовский, просто белая страница со штрих-кодом, а вам должен дизайнерский билет приходить, чтобы вам было клево, и сразу же задавать настроение, и вы еще этим дизайнерским билетом могли делиться. и сразу же усложню всем жизнь вообще вокруг себя, все, кто есть. Моя жена каждое утро соорганизатор Валерия, подпишитесь на нее обязательно, она остается всегда в тени, но иногда делает даже больше, чем я. Она каждое утро просыпается и отправляет вручную билеты. Да, у меня из прошлого года висит от нее в WhatsApp и с этого года. Она просыпается, делает дизайн на все билеты, потому что там везде надо поменять номер. на каждый уникальный билет. Еще да, что меня поразило, что у тебя вот этот электронный билет и там в каждом это же картинка, ты не можешь менять автоматически в ней. Имя, фамилию, номер. А вот в этом мы и столкнулись с проблемой. Когда я сказал, что мне нужен дизайнерский билет, ни одна платформа не генерирует дизайнерские билеты. Хотя это вроде как звучит несложно. Да, звучит несложно, но нет такого. Все не заморачиваются. Мы решили заморачиваться. И она каждое утро просыпается, отправляет билет. А потом ей люди пишут, где билет? Да. Ну да, конечно, людей не должно волновать. Что это, я купил билеты, у меня билеты нет? Это вот, вот это, блин, пытаемся как-то решить вопрос. Но по факту, да, все билеты, которые любой человек купил, отправила Лера. И у нее есть срок на каждый билет, максимум сутки. Мне пришел, вечером я купил, сутрица он у меня уже где-то лежал. Сутрица она обычный рассылает. Короче, она просыпается, раньше меня на два часа, рассылает билеты. Я думал, это автоматически рассылает бот. Нет. Жестко. Либо заморачиваешься, либо не заморачиваешься. А потом я убил вход этим. То есть, я как бы сначала сделал пас своей жене на тему того, что давай-ка ты будешь теперь сидеть рассылать билеты. Свои идеи прикольные. А потом на входе следующий логистический коллапс. Потому что билет не сканируется сканером. Но мы решили этот вопрос, так что никто не зайдет по чужому билету, ребят. Никогда у вас в жизни, если что-то еще вдруг, не такое, а вот какое-то другое мероприятие, которое я организую. У меня же много разных проектов, не только Минстедж. И про многие вы даже вообще не в зуб ногой, ребят. Вообще не близко. Никогда вы не попадете на наше мероприятие по-другим нам. Люди, которые просят вообще бесплатные билеты, это вообще отдельная тема. Потому что хочется сказать, что не иди на Майнстедж, если ты не можешь себе оплатить билет. Я вот хочу дать пример. Был какой-то фестиваль, не помню. Ну, небольшой какой-то в Москве. А, я помню, я уже вспомнил. Ну, не буду называть. Небольшой. В Москве придумали Барбара делать Барбар-фестиваль. Наверное, вы поняли о чем. Я подумал, что мне по моей профессиональной теме надо обязательно съездить. Обязательно. Я подумал, а кто-то со мной же должен поехать, наверное. Ну, чтобы двойное мнение сложить как бы со стороны не только я, а еще и мастер какой-нибудь. И обсудить это еще потом. Да-да-да. И я просто беру межу с собой, и мы едем, я покупаю ему билеты на входе. Вообще без вопросов, потому что хочется посмотреть это. Так же, как и я ездил еще на один на одно большое мероприятие, которое проходит ежегодно. Раз в полгода в Москве, все тоже поняли уже. И для того, чтобы научить менеджера, который работал на Mainstage, мне нужно было ей показать для начала, как это примерно выглядит. я оплачиваю билеты туда-обратно в гостиницу, покупаю билеты на входе для того, чтобы просто разобраться. А вы, попав в своей профессиональной теме, не можете на старте купить билет за 4900? Блин, это очень смешно. Ребят, не в обиду, 4900 – хорошие бабки. Я согласен. На них можно много что. Поужинать, например. Четыре курилки купить. А можно на Mainstage сходить? Выбор за вами. Все. Ну, для меня Mainstage именно этого года, да и прошлый тоже, но в этом году стал, думаю, хорошей точкой роста. Я поучаствовал в баттле в очередном по фейт. Может быть, ты видел мою работу, может быть, нет. Блин, работу. Веа Качегары там такие у нас были. К сожалению, я знаю, что были клевые работы в баттлах и были клевые выступления, я ничего не посмотрел. Я просто как Турбо Веникс это рад. А я видел твой потерянный взгляд, когда вот Макс просто идет. У меня как бы просто список дел, понимаешь, в процессе фестиваля он не заканчивается. И у меня начинается вот все в 7 утра каждый день, потому что в 7 утра начинаются репетиции, плюс дополнительные там какие-то вещи и заканчивается в 3 часа ночи. И вот у тебя список дел каждый раз на 5 пальцев. То есть ты сразу себе запоминаешь по очередности это важно, это менее важно, это менее, это менее, это менее, и все. И у тебя всегда этот список дел, он просто обновляется. И ты без остановки его делаешь. Сколько нужно держать в голове при этом, находясь на самом фестивале? Не надо ничего держать. Ты уже все заранее сделал подготовку. Дальше тебе нужно 5 пальцев для того, чтобы запоминать очередность. Если у тебя задача выходит за пятерку, шестая тебе прилетает, ты все, и ты ее отвергаешь сразу же. Ты говоришь нет и перебрасываешь ответственность на того, кто может это сделать. Сразу же. Потому что, потому что ты забудешь. Ты забудешь по любасу. Максимум 5 дел ты можешь делать подряд. Но как только ты сделал первое, ты можешь взять еще одно на последнюю точку. Понимаешь? То есть, и этот, это так работает. Я получил невероятный заряд эмоций и в целом, наверное, чуть-чуть даже пересмотрю свой дальнейший творческий путь. Я очень рад. Для этого все сделал. И огромное количество респектов получил там за свою работу на баттле. Ничего не занял, правда. Но для меня было важно, наверное... какие критерии в комментариях. Какие критерии? Да нет, я... Студина Мэла, покажите баллы. Я достаточно уже много опыта получил в баттлах для того, чтобы никак не воспринимать это близко к сердцу, не грустить, не дрочить Колю Генералова и всех остальных ребят с тем, что почему я не выиграл. Олегу Байкину привет. Вот человек задался с целью победить. Вот он сколько шел всегда там, может, второе место. Вот у него же это тоже длительный путь. Но он никогда не говорил, что судик, донор. Да, да. Он понимал, что так, второе место, значит, я недоработал где-то. Пошел, проработал и победил. Понимаешь? Вот такая... Вот мне это тоже пятый опыт участия. Я понял, наверное, что для меня было прикольно показать какое-то свое видение, там, с образом заморочился, там костюм, все дела. И, ну, не выиграл ни хера. Зато я увидел, что у людей-то собирает очень крутой вотклик. Да, да. Ну, вот Слава Федосейкина, я знаю, в баттлах тоже обратный фейт бахнул чуваку на озеро в лесу. Это где было? В баттлах. Да я не знаю. Вот в этом году? Я просто в сторис увидел, да. Блин, что ты... А потом еще чуваку сделал уши огнем. прикол. Да и охуенно. Да просто, просто классно. Просто вот, когда ты вызываешь эмоции, ты классный. Ты не вызываешь эмоции, ты ненужный. Вот так. Вот ты был рад еще с большим количеством народу пообщаться. И спикеров, и гостей. И с тобой удалось увидеться. Наконец-то. Еще и сразу после мероприятия. Поэтому спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Я был очень рад пообщаться. Заходите, звоните, пишите в директе, я там на связи 24 на 7. Сделай четвертый. Закончим. Сделай четвертый. Закончим на этом. На вот этом. Нет. Пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Нет. Не будет. Все. Все, спасибо. Спасибо тебе, Макс, большое. Блядь, это охуенно вообще, ребята. В эфире был подкаст «Покороче говорят». Максим Райт. Спасибо, что уделил нам время. Всем спасибо, ребята. Всем пока. Пока. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok